Такой случай, когда мужчина удерживался, он работал, а по ночам его приковывали к собачьей конуре, к кольцу, приковывали его в его цепь, и он там находился, и он прямо ел в этом маленьком помещении с миски, как животное. Ездят работать в Чечню на кирпичные заводы. Есть примеры, когда люди сидят в яме, лепят кирпичи. Конечно, какие там у них условия проживания. В этой же яме, где они лепят кирпичи, они и проживают. Мы работали по 16, по 14 часов. Мы рабы, и они как хотят, так и гоняют. Как говорить о торговле людьми на конкретных примерах? Меня пригласил друг, электрик. Он говорит, ты кондиционеры поставишь в гостинице? Я говорю, да не вопрос. Он говорит, делается ремонт, и около 1000 долларов будешь зарплату получать в месяц. И мы поехали туда. Приехали куда-то в район Адлера, начали работать. Денег не платили, и Олег стал искать новое место. Поменял несколько, пока не подвернулся вроде бы нормальный вариант – строить клуб в бывшем ангаре. Как-то поздно вечером Олег забирал вещи со старого места работы, и по дороге его сильно ударили по голове и ограбили. Когда он весь в крови и не до конца осознающий, что происходит, вернулся к работодателю, тот пообещал вызвать участкового. А вместо этого заварил дверь в ангар и заставил Олега работать. Еду спускали через люк в потолке. Такая фрамога 30 на 60. Я пролез в эту фрамогу, и через нее я и обратно так же приходил и так поклевал. Они такие недогадали. Почему не сбежал? Не было денег и документов. Так и жил в ангаре около месяца. За это время построил клуб. Немного боялся работодателя, немного надеялся, что все-таки вызовут участкового и отпустят. Однажды, когда вылез, увидел открытое поздно турагентство. Там рассказал свою историю. Сотрудница связалась с женой Олега, помогла восстановить документы и сесть на поезд до дома. Вы что-то преувеличиваете. Сегодня такого уже и быть не может. С 2002 года МВД Беларуси собирает статистику, сколько человек пострадало от торговли людьми. И вот представьте, каждый год только по официальным данным от 100 до 600 белорусов попадают в рабство. Мировая статистика пугает еще больше. По глобальной оценке современного рабства, 40 миллионов человек были жертвами рабства в любой выбранный день 2016 года. Размещается объявление любовщиками. Чаще всего это часть сеть интернет. Сельская местность – это возле магазинов, на двери магазинов, на доске объявлений. Предлагается работа, высокооплачиваемая. В среднем 800-1000 долларов. За пять рабочих дней в неделю, два дня выходных. И маловажный факт – бригада собирается срочно. Делают это трафикеры, преступники. Это довольно высокодоходный преступный бизнес, по разным оценкам приносящий до 150 миллиардов долларов ежегодно. Но люди-то приходят к вербовщикам сами. Значит, сами и виноваты. Мы ехали, во-первых, не знали куда даже. Место это, где мы проживали, это было страшно смотреть на все. Там был дом. При доме были как летняя кухня, не кухня, не знаю. Ну, типа сарайщика. Вот по сарайщикам и жили. Палатки жили. Ни света, ничего. Ну, вот как в лесу жили. Работали на поле. С пяти часов, если срочный заказ, выезжали на поле. Там не двенадцать часов, а если работа есть, то вообще работали с утра до вечера. Пока не начинает темнеть. Это получается где-то полдесятого. Ничего не получили. Только на билеты в конце. Деньги, которые обещали платить 300-400 долларов в месяц. Вот это и привлекло. Я их никогда не зарабатывала, таких денег. Я в одном только уверена, что вряд ли человек поехал просто вот так ему захотелось. Какая-то нужда же его донаправила. Многие не находят работу в Белоруссии. Особенно страдает сельская местность. Мы когда пытаемся их устраивать, потом потерпевших в деревнях, реально найти работу очень сложно. И что делать? Люди, получается, не могут не ездить на заработки. Ездить куда-то работать можно. Но если вы знаете кого-то, кто собирается работать за границей или даже просто далеко от дома, посоветуйте ему сначала заключить договор, а потом ехать. Или не начинать работать, пока нет договора. Полезно взять с собой телефон с камерой и снимать все вокруг. Место работы, пропуска, договор, вывески на зданиях. Девушку одну удерживали в Турции. И она своей подруге смогла сбросить фото именно бара, где ее удерживали. И смогли ее найти именно по этой фотографии и по адресу, где она находилась. Споделили ее. А еще можно позвонить на горячую линию по вопросам безопасного выезда за рубеж. И описать ситуацию, куда, на каких условиях предлагают поехать. А сотрудники оценят, безопасно это предложение или нет. Посоветуют, какую информацию стоит собрать перед выездом. К нам часто обращаются жены, говорят, уехал в Россию и пропал. Не может вернуться домой. А куда именно уехал? В Россию. Естественно, с такой информацией человека найти, помочь ему, ну, просто невозможно. Нужно держать связь с родственниками и придумать какую-то условную фразу для того, чтобы родственники могли понимать, что что-то случилось с вами. Потому что часто трафикеры, преступники контролируют своих жертв. Они могут стоять рядом и не позволять сказать по телефону, что случилась проблема. Одна из рекомендаций – это именно работать с фирмами, которые имеют лицензию МВД. И эти фирмы есть в свободном доступе на сайте МВД. Еще стоит сделать копии документов, особенно паспорта, и прятать эти копии. Если что-то случится с паспортом, с ними будет гораздо проще восстановить документы. Нет таких стран, которые были безопасными или небезопасными. Потому что попасть в ситуацию торговой людьми можно в любой стране.